Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Я думаю, что именно вот этот сюжет, наверное, будет более интересен женской половине моих зрителей. Но, тем не менее, если молодые люди решат открыть это видео, мне будет очень любопытно узнать ваше мнение, почитать в комментариях, согласны ли вы с нами или нет. Вот, когда девчонки оставляют комментарии на различные темы, то мнения делятся ровно на две половинки. Одни девочки пишут, что я уж с кем-с кем, а с мужем я вот этим никогда не поделюсь, моя подружка это подушка. И другие девочки пишут наоборот, что я могу маме не рассказать, я не могу поделиться вот этим вот со своей даже самой близкой подругой, родной сестрой. Но вот мужу я доверяю все свои тайны, рассказываю все, что там у меня наболело, накипело, накопилось. И сегодня я хотела бы с вами поделиться своими наблюдениями то, чего лучше мужу или вашему молодому человеку лучше не говорить. Конечно, я не психолог, я не даю никаких советов, это только вот мой личный опыт. Если вот есть у вас еще какие-то такие моменты, о которых лучше с мужчинами не говорить, буду очень благодарна. Все напишите в комментариях, мне будет также любопытно почитать. Однажды, уже было очень поздно, вечером мне позвонила моя близкая подруга и очень таким расстроенным голосом попросила, можно ли у тебя сегодня переночевать. Когда она ко мне приехала, естественно, я спросила, что случилось, и она мне рассказала, что они вдрызг поругались с мужем. И когда она мне сказала, ты не поверишь, это из-за того, что я сказала плохо о его бывшей жене, когда он про нее плохо говорил. Я сначала не поняла, потому что она была такая расстроенная, но потом, когда она немножко успокоилась, она мне рассказала о суть беседы. Ее муж был в первом браке, в первом браке у него остался ребенок. И, естественно, ну как многие семьи, платил алименты, там помогал как-то финансово. И его бывшая жена попросила срочно-срочно приехать, что как бы нужно поговорить, и связано это с ребенком. Естественно, нормальный отец собрался и поехал. Когда он вернулся, весь такой на нервах, и начал жаловаться своей вот нынешней жене, что вот как мне это все надоело, алименты я плачу регулярно, зимнюю одежду купил, все кружки оплатил. И вот она меня вызвала только потому, что у друзей сына у всех там крутые навороченные телефоны, а вот у него сейчас нет, хотя дело близилось к Рождеству. И как бы вот этот вот подарок уже был оговорен с его супругой, ну чтобы одинаковое не купить, что он подарит там последний, я не знаю, айфон или самсунг, ну короче, крутой телефон. И вот она его вызвала и, значит, начала ему делать мозги. Он, конечно же, взбесился, что не отдохнул, ничего и так далее, ну и жалуется своей жене. И она же, моя подруга, подхватила же его вот эти жалобы и тоже начала, что да-да-да, ну короче, вставила свои пять копеек, что какая же его бывшая все-таки нехорошая женщина. И реакцию, которую получила она от мужа, конечно же, она не ожидала, но и я, честно говоря, в первый момент, когда она мне рассказывала, я тоже не поняла, что он полностью все вот так вот перекрутил и всю свою вот эту вот злость и раздражение вывернул на мою подругу, что да вы вообще все женщины, что ты там, мол, типа говоришь, да вы вообще все женщины вот такие, раз такие. И она не поняла, почему ведь я тебя поддерживаю, ты злишься на свою бывшую, я с тобой согласна, и тут, значит, ты меня начинаешь еще и на меня, типа, бочку гнать. И когда мы уже, знаете, за рюмкой чая хорошо посидели полночи, мужчины, вот к чему мы пришли, возможно, конечно, я не права, опять же, это мое личное мнение, но мужчины в большинстве своем, они собственники. И будь то бывшая жена там, или там бывшая там подруга там, или даже бывшая машина, вот они могут об этом говорить, как бы критиковать, но если кто-то скажет что-то не очень хорошее, они начинают злиться, потому что как бы это ведь его выбор, это же он выбрал эту женщину, это он там с ней жил, как бы он имеет право на нее, а кто-то другой, даже если это вот твоя нынешняя спутница по жизни, лучше этого не делать. И тогда я для себя сделала вот такой вот вывод, что как бы там ни было, что бы там ни было, что бы там мой муж или мой вот на сегодняшний день спутник жизни не гнал на свою бывшую, я лучше промолчу и постараюсь как можно быстрее сменить тему на что-то другое. Пусть выговорится и как бы пусть это их отношения остаются с их отношениями. И следуя за этим, хочу также сказать, здесь вот это уже не опыт кого-то, это мой личный опыт. И научили меня такому поведению француженки, это о чем я говорю, это никогда не вступайте в спор, когда ваш муж ругается со своими детьми. Во Франции очень много семей воспитывают детей после развода 50 на 50. И у меня есть несколько подруг, у которых дети проживают две недели вот с ней и две недели с папой. Или же наоборот, что дети от первого брака мужа проживают с их совместным ребенком и вот с новой женой. И если ты вступаешь в спор, даже как бы ребенок живет, и это же не один день, это не просто там выходные. И в любом случае возникают какие-то там непонятные ситуации, которые нужно разрулить. И если тем более дети там подростки или там маленькие совсем, то нужно где-то пожурить, где-то что-то нужно такое взрослое родительское слово сказать. Так вот, пусть родитель говорит это слово сам. Потому что если ты влезешь вот в эти отношения, я уже была в такой ситуации, и в конечном итоге ты будешь виновата и там, и там. Потому что родители и дети раз-два, и они помирились, а ты в конечном счете остаешься там плохая мачеха и жена, которая обидела ребенка. У нас, конечно, как бы таких сильных конфликтов на этой почве не было, но я для себя сделала выводы, что лучше не вмешиваться. Затем еще, что очень-очень, на мой взгляд, важно, не нужно никогда рассказывать о том, о своих бывших отношениях, где у тебя не складывалось с твоим бывшим мужчиной. Не надо жаловаться. Вот многие женщины, которые выходят из сложных отношений, где там тебя могли обидеть, унизить, обозвать, не дай бог еще утарить. И когда они вступают в новые отношения, особенно когда ты влюблена и когда тебе кажется, что вот он, вот он, самый лучший, самый замечательный, особенно если прошлые отношения были не комильфо, то тебе хочется, чтобы тебя как-то пожалели, тебе хочется какой-то защиты. И мы вот в этот момент открываемся и рассказываем то, чего рассказывать не нужно. И потом, когда вот эта вот вся эйфория от влюбленности проходит, наступает бытовая жизнь, конфетно-букетный период уже далеко, вот там где-то за плечами, и могут быть такие вот ситуации, когда мужчина вот там, ну может там скажет на тебя что-то там такое в чувствах, так скажем, что ну какое-то может обидное слово даже, я не говорю про гробые там или не дай бог про какие-то матерные слова. И обычно мы как? Мы обижаемся, ну почему ты меня так назвал? И что можно услышать в ответ? Да я тебя очень даже ласково назвал, ведь ты сама рассказывала, что как тебя обзывал или там как к тебе относился, или там как тебя оскорблял вот твой бывший. Поэтому такие моменты лучше, ну конечно многого не скроешь, но как бы акцентировать и постоянно жаловаться, постоянно это обсуждать лучше не надо, потому что когда мы ссоримся, когда мы ругаемся, мы можем наговорить таких вещей и вспомнить то, о чем лучше не вспоминать. Также девочки, это абсолютно вот обратное, нельзя рассказывать и о хорошем отношении твоего бывшего молодого человека. Опять же опыт, мой личный опыт, это было очень-очень-очень давно, я еще была юная девочка, и встречалась с одним мальчиком, потом мы с ним поругались, что-то мы то ли расстались, то ли, ну я уже, это было очень давно, я уже женщина в возрасте, как бы подростковые влюбленности, это уже такие, знаете, воспоминания, такая ностальгия о том времени, но что я тогда для себя вынесла? Я похвалила своего вот прошлого мальчика, что-то, то ли он как-то лучше танцевал, или, ну что-то я вот такое, что я помню, что дело было на дискотеке. И была вот такая вот реакция у моего парня, что, а, так у тебя там еще к нему чувства, вот там у тебя, а так можешь идти к нему и так далее и тому подобное. И получилось так, что и с этим как-то у меня, ну не сложились отношения, ну в принципе какие там отношения, там 16-17 лет, ну такое вот все. Но я для себя это взяла за урок, что лучше вообще о прошлых отношениях были и были. Прошлое оставили в прошлом. Потом еще я бы, ну никогда не говорила, вернее не говорила бы, а никогда бы не приводила в пример других отцов. У меня есть родственница, которая, ну вот знаете, я даже не знаю почему, как бы я не могу сказать, что он не такой заботливый отец, но вот у нее практически всегда присутствует так, что вот, а папа Кати вот больше там с ней занимается, а вот папа Маши, вот он ее всегда в школу отвозит, а там кто-то водит в кружок, кто-то водит туда. Понимаете, это мужчин, но я говорю о нормальных отцах, конечно, там если ведет мужчина себя странно или не очень нормально по отношению к своему ребенку, я про таких не говорю. Но если мужчина старается делать все возможное, если он работает, если он обеспечивает семью, и у него нет просто времени возить в школу, возить в кружки, или там сидеть вышивать крестиком, то никогда не нужно вот приводить в пример, что чей-то папа лучше. И уж никогда, ни в коем случае не делать это в присутствии ребенка. Затем, еще очень, это опять мой опыт, никогда не просить своего мужа делать то, что он не любит делать и не умеет делать. Когда я приехала во Францию, у меня не было опыта вождения автомобиля. Прав у меня тоже не было. Французский у меня был очень слабенький, и я ж думаю, ну пока я обучаю язык, пока я интегрируюсь, адаптируюсь, у меня Пьер великолепно водит автомобиль. Я ж говорю ему, слушай, ну пока вот время, мы-то друг друга там понимаем, давай учи меня, ты ведь классно водишь, учи. И это была просто, ну, огромнейшая ошибка с моей стороны, потому что я не обратила внимание на то, что моя просьба ему не понравилась. Вот даже визуально человек поменялся в лице, и как бы он ничего не сказал, он согласился. Но по факту оказалось, что за время наших совместных обучающих занятий, я за больше уже даже 14 лет я в браке, 15 лет мы вместе, и за вот это вот время я никогда от Пьера, ну, по вине, так скажем, моего мужа, никогда не плакала столько, сколько я обижалась и сколько я ревела, чем за вот этот период, когда мы обучались водить автомобиль. У него не получается объяснять, он начинает нервничать, он начинает кричать, он начинает, ну, как не то, что там какими-то грубыми словами, ой, там ты, ну, ничего не понимаешь, ну, как это можно не понять, ну, вот туда надо крутить, вот здесь вот это, еще это была механика, это был просто шок. Ну, я думаю, что ни одной у меня такой муж, потому что мы уже затрагивали эту тему, и девчонки писали, что это последнее дело учиться с мужем водить автомобиль. И, да, еще об одном бы я хотела сказать, старайтесь не хвалить кого-то, другого мужчину в присутствии вашего мужчины, что, ну, к примеру, даже возьмем, опять же, я рассказываю про себя, были мы в гостях у старшей дочери с зятем, и готовили барбекю. Как только поджарили мясо, немножко гриль остыл, и зять встал, и начал драйвить это барбекю, все помыл, чистенькое. Я говорю, слушай, блин, как классно, это же надо, какой замечательный, все, значит, сделал. И у моего мужа была такая реакция, а, так надо было вот такого вот хозяйственного мужа искать, чего ж ты за меня замуж вышла. Поэтому, когда мы, возможно, даже, ну, без задней мысли, это был не намек, что ты так не делаешь, я просто, мне понравилось вот это вот отношение, что не остается этот жир, это немытое мясо, когда гости уйдут. Ну, как, это не было, не была какая-то там вечеринка, что там куча, это была чисто, ну, семья. И вот Пьер отреагировал вот так. Ни в коем случае, конечно же, не нужно, даже если мужчина там, ну, немного зарабатывает, ты знала, за кого ты выходила замуж, ты знала, что вот на данный момент, там, сегодня вот у него такая зарплата, потому что мне иногда девочки пишут, подписчицы, что вот ты можешь там рассказать вот такую историю, ты можешь там вот что, как правильно или неправильно поступило. Вот я думала, что если я там буду приводить пример, что вот у моей подруги там Лены там или там Кати, ну, неважно, муж зарабатывает, старается там ездить на заработки, там они уже купили дом, купили машину, там отложили деньги, что это его как-то сподвигнет делать, ну, больше. Наоборот, это очень понижает самооценку мужчины, и они реагируют, ну, абсолютно по-другому, потому что вот в письме, которое девочка мне прислала, я, кстати, так вот как-то это письмо, ну, не зачитывала, не озвучивала, в чём суть была. Она говорит, что вот когда она после родов, ну, все мы после родов, ну, не все, но большинство женщин после родов, мы поправляемся. И она говорит, что муж стал, типа, приводить пример, вот смотри, там твоя подруга вот уже раз-два родила, там всё, грудью не кормит, там год прошёл, и она вернулась в свою форму, ты там тоже же что-то делай. И как бы вот это вот наоборот нас двигает, что там похвалил коллегу по работе, а там я себе такие волосы отращу, а там что-то сказал, а я там все книжки перечитаю, там буду маски делать для лица, там самый модный маникюр, пойду там выберу самые классные вещи. А у мужчин нет, у них вот любое вот такое вот, что ты приводишь в пример кого-то, кто там больше зарабатывает, кто там больше имеет какую-то более высокую должность, у них это вот, ну, отбивает напрочь желание вообще что-то делать. Они обижаются, они замыкаются, и вот самооценка у них, ну, страдает, так скажем. И, ой, опять я вот болтаю, ладно, девочки, в заключение хочу тоже немножечко коснуться этой темы, потому что у меня в последнее время были такие не совсем веселые видео, связанные со здоровьем, и также были комментарии такого плана, что мужу там нельзя рассказывать там о своем самочувствии, нужно не показывать, что ты больной, ну, там болеешь, плохо себя чувствуешь. Я частично соглашаюсь, потому что есть такие женщины, возможно, они, конечно, и правы. Горло заболело, все, она лежит, и все, ну, умирающий леведь. Большинство же женщин, наверное, таких, как я, пока тебя не прижмет, ты готовишь, стираешь, гладишь, водишь ребенка в школу, многие ходят на работу, ну, делают все, как будто бы они не больные. Там давление 80 на 30, а ты, значит, якломовая лошадь с двумя турбами чешешь. Так вот, здесь я, конечно же, хочу сказать, что когда какое-то обследование, или какое-то заболевание, или когда ты действительно реально устала, или плохо себя чувствуешь, то не нужно этого скрывать, какая бы там болячка, женская, неженская у тебя не была. Потому что, когда твой муж, вот мой, в пример ставлю, видит, что ты на ногах, значит, у тебя все нормально. И даже когда ты вот слегла, лежишь, болеешь, им непонятно, ну, как так. Поэтому лучше не скрывать, вот что касается здоровья, здесь вот от мужа я бы никогда не стала скрывать. И, ну, как-то из кожи вон лезть, но чтоб только он не подумал, что ты больная, что вот так ты такая вся никуда не угодная, я тебя брошу и пойду там куда угодно. Если такой человек рядом с тобой, если у него будет такая реакция, то зачем тогда такой он нужен? Нормальный мужчина всегда сделает что-то, чтобы тебе помочь, чтобы как-то решить побыстрее твои проблемы со здоровьем, чтобы ты снова была на ногах, чтобы ты снова улыбалась и чтобы ты снова была в форме. Все, мои хорошие, у меня на этом все. Простите, что так долго заболтала вас. Пишите в комментариях, что вы не говорите своим мужчинам. Всех целую, обнимаю, желаю здоровья, мирного неба, всего самого-самого доброго. Ну и, конечно же, увидимся.